Привет всем выжившим! И да, наконец-то мы дождались Mountain Blade 2 Bannerlord. Сколько лет прошло с времен первой части, но все-таки она вышла. И что же можно сказать прямо сейчас? Игра, безусловно, стала гораздо более красивой, более кровавой, но обо всем по порядку. Как только мы выбрали компанию, первым делом нам дают выбор между шестью фракциями. У каждой из фракций свои бонусы и свои особенности. Также от фракции будет зависеть облик наших родителей, что, да, довольно необычно. Конечно, в первой части мы также выбрали биографию нашего персонажа, от которой зависели его характеристики. Ну и, конечно же, стартовое оружие и броня. Но, если честно, я никогда не понимал, что именно я выбираю и к чему будет идти бонус. Тут же все довольно интуитивно и понятно. Плюс здесь нам показывают этапы взросления нашего героя, что, конечно же, привязывает нас к нему еще больше. Хоть я и не был экспертом боя в первой части, но, как по мне, во второй она стала куда более динамичней. И в какой-то степени понятней. Блоки, удар щитом, стрельба из лука – все это чувствует стерк куда лучше. Ну а новая физика тела заставляет прочувствовать каждое упавшее тело от вашего молота или меча. Прокачка тоже претерпела изменения. Хоть у нас есть и привычные нам навыки, как медицина, мастерство обращения одноручным оружием, двуручным, но теперь у каждого навыка есть свое древо умений, ну или точнее древо пассивных особенностей, которые так или иначе влияют на наш геймплей. Бои на арене, турниры, поход в таверну за поиском спутников никуда не делись. Здесь, по сути, все так же, как и в первой части. Только диалоговые окна, сам бой, выглядят куда приятнее. Как только мы запускаем игру, нам предлагают выбрать синглплеер или мультиплеер. И мультиплеер тут представляется почти как отдельная игра. Здесь мы можем создать своего персонажа, настроить его, посмотреть доступные фракции и классы, каждый из которых имеет по два улучшения. Сам я отыграл около 10 боев и, если честно, каких-то проблем не увидел. Средний пинг у меня был на европейском сервере где-то 59-60, а движения других персонажей были плавными и гладкими. В целом, если сравнивать вторую часть с первой, то хочется сказать, что игра стала куда более приятней. Города стали более живыми, улицы стали заполнены жителями, которые танцуют, делают свои дела, пьют, разговаривают друг с другом. И за этим, конечно, интересно наблюдать. Сам интерфейс стал куда более понятней и на него действительно приятно смотреть. При этом многие взаимодействия с нашим персонажем как-то анимированы. Например, когда мы одеваем новое оружие или броню на нашего персонажа, он начинает как-то ее осматривать, отряхиваться. И в целом, конечно же, это добавляет атмосферы. Как и в первой части, посещая Кабак, мы можем нанять себе наемников, либо попробовать найти героев, каждый из которых является личностью и у которого есть своя история. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим моды, которые добавляют новых компаньонов, новые отряды, ну и, конечно же, новые фракции. Возможно, кто-то из вас помнит модификации на первую часть, которую добавляли нам фракции из «Властелина колец», «Вархаммера», ну или каких-то других вселенных. И местный редактор вполне позволяет это сделать. По поводу оптимизации мне сложно что-то говорить, но если отталкиваться от комментариев, то у некоторых игра лагает и фризит. Но в любом случае разработчики активно пытаются это исправить, и даже в день релиза и выхода в Steam в игре было несколько правок. Подводя итоги, хочется сказать, что вторая часть играется куда приятнее, чем первая. Тут тебе и боевка, и новая система развития персонажа, где каждый атрибут влияет на нашу игру. Как эффективно мы будем сражаться в бою, сколько мы получим опыта, и побегут ли наши союзники, как только столкнутся с кавалерией. За все это отвечают наши навыки. В любом случае, пишите в комментариях, как вам сама игра, и довольны ли вы результатом. Ну а на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, кто досмотрел ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь. И да, берегите себя, старайтесь меньше выходить из дома, и пока-пока, до скорого.